Сегодня был какой-то сумасшедший день. С утра поехали за бордюрами, но нашли доски на улице. Кто-то выставил наш пермюль. Попросту выбросили. Пришлось заезжать на дачу, выгружаться. Лилейники повылезали у нас. Да большие какие. Надо кусочек, наверное, пересадить. Здесь где-то гриб видела. Грибы растут. А это не знаю что. Какие-то цветочки весенние. Посмотрим, когда расцветут. Здесь сирень. Здесь сирень. Прям уже сирень-сирень. Все цветет. Весна в феврале. А здесь у нас тюльпаны повылезали. Тюльпаны. И вон там в винограде тюльпаны. Дождичек сегодня легкий. А у нас сегодня поплавная пересадка кипариса. Будем пересаживать. Это виноград, который мы никак дома не ведем. Надо тросы натянуть. И ждем, когда наступит весна-весна. А тут еще сплошное расстройство с площадкой с нашей. Короче, мы тут слегка лоханулись. И распахали слишком большую площадку. Халло! И теперь вот такая вот ситуация получается, что на две плитки на метр практически шире. Сережа хочет убрать вот эти бордюры. А я говорю, оставь вот эти внешние. Оставь. Пусть у меня здесь будет как клумба какая-то, да? Плотную. Вот уберется вот этот один бордюр. Вот эти мы сейчас переставим. Эти мы быстро за один вечер переставим. Все готово, в общем-то. Переставить бордюры не так сложно. Мы вдвоем. Вот. И здесь придется все назад засыпать. Вот так вот бывает у некоторых торопык. Ну ладно. Как насчет клумбы? И вот теперь вопрос, что мне сюда посадить? Вот здесь я хочу розу посадить, да? Но эта роза, она когда вырастет большая, она вот здесь, в этом углу, она заглушит все остальное, да? Что с розой хорошо еще посадить, чтобы оно выросло? Не сильно такое пышное было и закрыло меня от внешнего мира. Вот в эту вот клумбу. Вот сюда. Вот начали потихонечку разбирать. Какой застрел! Он застрял. Не прикидывайся, мертвым я видела, ты жив. Отпусти его. Да я отпущу, дай. Я вон туда у него. Так, ну вот. Переделали бордюр. А здесь придется опять трамбовать землю. Немножечко срезать ее, потому что здесь бугор. Здесь ниже, вот по этому уровню, надо будет срезать все. И выровнять участок немножко. А там поставим маленький бордюр и мне на клумбу. Ура! У меня будет клумба! Обещала все снять. Но как-то вот мы закрутились. Ой! Роем яму под новый кипарис. Вернее, не под новый, а под пересаживаемый. Под третий. Под третий, да. В этот раз мы прям хорошую шарену сделали, Сережа. Вот так вот оно здесь станет. Первый. Это можжевельник, как мы выяснили. Кипарис. И здесь вот будет еще один кипарис. Вон тот сирота. Мы начали обкапывать дерево. И понеслось. Первым делом мы роем траншею вокруг кроны дерева. Предварительно в октябре-ноябре мы крону обкопали. Нарушили корневую систему, чтобы дерево успело адаптироваться к февралю месяцу. А следующим этапом мы пытаемся под дерево подкопать. Тогда проще его вытаскивать. Корневая система у этого кипариса конкретно не сильно мощная. Тоненькие в основном корешки. И самый толстый, который я видела, ну где-то с указательной палец толщиной. Работа усложняется тем, что мы стараемся сохранить каждый корешок. Не очень это получается, но хотя бы тоненькие сохранить. Вот так в итоге выглядит корневая система у этого дерева. Сережа старается тонкой лопаткой очень аккуратно подлезть под каждый корешок. Ну по максимуму аккуратно. И когда с каждой стороны он подкопал под середину дерева, то теперь его можно повалить. Между прочим, мы заметили, что на последний кипарис ушло меньше всего времени. То ли опыт наш, то ли сложенная команда. И сосед Кристиан всегда на подхвате. Тащили, не смогла снять, потому что тащили ее все вместе, втроем. А вот ямка осталась. Неглубокая, да? Яма не глубокая, но широкая. А я борюсь с кротом. Здесь я уже вот эти кучи не стала, потому что завтра кричевать по ней будем. Зачем? Мне здесь не нужно. Так, эту яму засыпал. Надо ее ногами затоптать еще. Это надо будет убрать. А вот как я борюсь с кротом. Там, где кучку, вижу вот такую. Вырываю яму. И вот она нора. И в эту нору я пытаюсь вот такую вот пахучую вонючку засунуть, да? От кротов. Сейчас я это сделаю. Потом покажу. Я ее засыпала и сейчас закрою назад землей. Ну и параллельно посадочные работы идут. Яму немножко пришлось расширить, а потом накрыть ее пленкой, чтобы сделать ванночку для корней кипариса. Сейчас будем купать его в Радди Фарм. Поднимаем его и ставим прям вот в эту посадочную яму в пленку. Расправляю корни и на 10 литров воды беру 40 мл Радди Фарм. Лью под корень 2 ведра. Ну и так выдерживаем дерево в этой ванночке некоторое время. Потом пленку вытаскиваем и еще немного расширяем яму. На дно идет боден-активатор, смешиваем его с землей и с остатками Радди Фарм. Сыпем землю для кипарисов. Ну вот, яму мы подготовили. Кипарис лежит, корни обработали Радди Фармом. Начинаем посадку кипариса на новое место. Кристиан опять решил нам помочь и правильно сделал. Дерево тяжелое, вдвоем мы, наверное, не справились бы. Закапываем его садовой землей в перемешку с землей для кипарисов и хорошо проливаем. Ну вот, теперь все в сборе. Сейчас мы его растянем. Где-то вот здесь уже можно посадить большой куст гортензии. Большую, мне нужна большая гортензия, высокая. Вот здесь тоже что-то надо посадить в этом углу. Здесь будет солнечное место. Надо подумать, что любит солнце. А там шаттн, там тень. Вот как-то вот теперь надо вот так вот что-то, наверное, посадить. В общем, будем думать. Но дело сделано. Спасибо, Кристиан помог. Кто-то так красиво щелкает. Ну вот, осталась кучка земли от ямы. Она уйдет сюда, на засыпку, наверное, куда-нибудь. Вот такая вот площадка получается, да? Ну вот, это туя, по всей видимости, можжевельник и два кипариса. Здесь вот такая щель большая. Что-то хочется такое сюда посадить. Но не знаю, что пока. Надо думать. Здесь будет вплотную уже беседка идти. Надо посмотреть, что сюда подойдет. А вот сюда вот, где куча, может быть, да, посадить большую гортензию, да? Какую-нибудь крупную. Кто посоветует крупную гортензию? Какую-нибудь гигантскую, красивую. Или две высокие. А там какой-нибудь хвойничек такой метровый. Ну, тоже как вариант, да? Или? Так, а это вот я пересадила осенью пион. Вот эти вот у него прям хорошенькие веточки. Что-то я не пойму, что. Вылезли, что ли, надо их прикопать. Но это потом я все сделаю, не сейчас. У этого тоже неплохие. Не такие, правда, они мощные. Но тоже вон полезли розовые. Хорошо. Некогда, ребята, вами заниматься. Наведу порядок как-нибудь. Так, ну все, мы домой. Вот у нас теперь здесь два кипариса, можжевельник и, я думаю, это туя. Вот так они не очень рядом растут. Но теперь можно заняться благоустройством вот этой части. Но после того, как мы соберем павильон. Завтра мы ждем гостей. Ну, может быть, с утра приедем пораньше. Ой, и соберем что-нибудь. Площадка готова наша полностью. Все. Теперь здесь надо будет дренаж проложить. Вывести его. Здесь будет у меня клумба. Я упросила оставить эти бордюры. Что-то мне так захотелось. А здесь надо будет газончик сажать какой-нибудь. Я даже знаю как. Так. Ну что? Мне кажется, так прям лучше стало. Мы готовы к павильону.